У меня есть пара вопросов, как бы, таких, я считаю, актуальных для нашего зрителя. Значит, первый вопрос такой. Если мы смотрим на QA, потому что сейчас есть чудовищное количество людей, чудовищное, которые истошно вопят, что если ты не знаешь автоматизации, то ты не найдешь работу в QA. Ну, я не согласен с этим стейтментом. Я с ним был не согласен 20 лет назад, когда уже был МСТС, потом появился робот, Меркурий. И они росли, как грибы после дождя. Но сейчас, на самом деле, ситуация в этом плане стала еще более усугубившаяся. Она еще более wild стала, потому что большее количество новых технологий. Что для начинающих? Что дает работу? Какая критическая масса позволяет человеку двинуться на первую работу? На переключении из другой профессии. Значит, основная, вот я думаю, и со мной, наверное, многие могут и согласиться, Но с моей точки зрения, вот эта критическая масса, это основное логическое понимание того, что вы делаете, номер один. Номер два, что это нужно. И номер три, у вас нет комплекса неполноценности, что вы не знаете automation до уровня automation инженера. Дело в том, что больше половины QA не связаны с automation не потому, что у них его нет, а потому, что в большинстве случаев automation является secondary. Потому что в большинстве случаев automation делается для regression теста, чтобы вы одни и те же глупые клики или тапы не повторяли. Но ведь когда пишется automation, в большинстве случаев в нормальных компаниях, то, на что пишется automation, уже протестировано. И протестировано оно, грубо говоря, ручками. Ну, во многих случаях не ручками, а головой. Особенно в современных технологиях, когда большинство функционалити уходит на сервер-леер, у которых нет интерфейсов, где микросервисы, API. Ну, там сейчас на языках пишется. Да, но нет, а тестировать для тех же API-колов берется постмен, например. То есть не надо знать языка, не надо писать скрипты. Все это делается manually. Manually я имею в виду, что нету каких-то скриптов, которые за вас что-то делают. Но возвращаясь к моему поинту, что вначале существует, назовем это, я не люблю это слово, существует manual тестирование. Да, я его называю на самом деле functional, потому что вначале тестируются ручками или головой функционалити, а уже после этого в какой-то момент своей жизни оттестированная и живая функционалити уже автоматизируется. И то не всегда, и то не везде. Конечно, бывают исключения. Но возвращаясь, все начинается с manual тестинга. И я на протяжении 20 лет вот с разными разговариваю людьми относительно QE, мы ведем философские беседы. Большинство молодежи, которые со мной говорят о QE, говорят, вот надо automation. Везде на рынке спрашивают automation, никому не нужно manual тестирование. Это не совсем правда. Manual тестирование, опять functional тестирование, нужно всегда, но перед automation. Во-вторых, многое количество людей, которые делают эти выводы на основании requirements, которые они видят, например, в том же DICE. Правда? Да. Когда они открывают какая-то position requirements, в этой position перечисляются все tools, которые только на сегодняшний день существуют. Начиная с WebDriver и Selenium, и кончая, я не знаю, каким-нибудь Cucumber или чем-то еще. И они говорят, вот видишь, везде в каждой позиции требуется automation. Я говорю, ребята, вы на секундочку подумайте, если перечисляются несколько tools, которые не работают вместе, а в противоречии друг другу, это означает, что наверняка у них нет никакой automation. И они хотят, чтобы вы знали, имели представление хотя бы об одном из этих tools, чтобы потом иметь возможность его имплементировать. Я бы так сказал, что вот эта истерика по поводу того, что начальной работы нет без автоматизации, строится на двух факторах. Первый фактор – это люди не в контексте. То есть слышали звон, но абсолютно не знают, где он. И это первый момент, то есть они просто не понимают. Второй момент состоит в том, что их здравый смысл в силу каких-то причин отключился в этот момент. Я не хочу сказать, что у них его вообще нет, но в каких-то обстоятельствах, стрессовых и так далее, человек перестает соображать. Состояние паники и комплекс неуверенности в себе, связанных с ситуацией. Итак, он перестал соображать. Поэтому когда ему говорят, ну посмотри, автоматизация начинается, ну хоть 50 долларов сейчас, бывает 45, но это редко. А ты идешь на рынок, ты ищешь начальную работу на 25, на 30 долларов сейчас, это чистая мануалка, никому в голову не придет на 30 долларов, что ты можешь делать автоматизацию. Есть что? Бывает, тебя берут на 30 долларов сейчас и говорят, ну ты будешь вот, но мы хотим, чтобы ты изучал нас тут, а там и, о, но ты не должен же его знать. Да, ты не должен его с первого дня предлагать имплементацию. Это логика, которая, ну как бы я вот предлагаю всем, я объясняю, как это происходит, но я спокоен. А есть люди, которые неспокойны, они в истерике, они нервничают, они слушают абсолютно любую помойку, которую они хотят услышать. Но он же тоже выборочно слышит. Он же не слышит, когда ему говорят, подумай. Он слышит, когда говорят, ааааааааа. Дело в том, что, Миша, это связано с разными персоналити у людей. Да, и один из очень больших моментов, который у разных людей на разном уровне, это self-confidence. Как это на русский язык? Self-confidence. Уверенность в себе. Уверенность в себе. Вот, точно. И у разных людей разный уровень уверенности в себе. Одни люди после Мишины школы, после школы Портнова выходят на рынок, я с ними разговариваю, потому что я много брал и беру Миши Инторнов к себе. Так вот, я с некоторыми говорю, они говорят, вот я не уверен, вот я смогу найти вот на 25 долларов, я ничего не умею. Нужна automation. Другой человек из той же самой группы, с таким же уровнем образования, полученным, сидя за параллельными столами в одном и том же классе, говорит, блин, да все классно, я так много знаю, я сейчас буду просить не меньше 40 долларов в час и еще кулаком по столу бьют. Уровень уверенности в себе никак не коррелирует с сознанием. Вот, и поверьте мне, тот, кто говорит, что я вот пойду и буду искать работу на 40 долларов в час, и вы будете смеяться, он ее находит. А тот человек, который говорит, а вот я не знаю, 25, но по идее, по логике, кто подешевле должны взять, не находит работу или много трудно. Надо со специалистами поговорить, которые, может быть, скажут, чего там не хватает, там магния, хрома, витамина Д3. И абсолютно, Миша, без шуток, но это из этой области, да. До тех пор, пока у вас будет комплекс неполноценности, и вы будете искать какие-то оправдания для себя, почему вы не можете выступать на стейдже, как положено, и одним из извинений является аутомишн. Ну вот, все требуют аутомишн, я аутомишн не знаю. Сейчас, секундочку, Миша, это я просто повторяюсь. То есть, это вы себе находите извинения. Отмазку. Отмазку. О, хорошее, ай, гениальное слово. Отмазку. Вы находите себе отмазку для того, чтобы не воевать, чтобы не драться, чтобы не идти на рынок, чтобы не биться, чтобы не проваливать первые 10 интервью, на котором на 11-м вы становитесь суперстар, и вы продаетесь за 40-50 долларов в час. Не ищите себе отмазки. Никого не ищите виноватыми в том, что на первом же интервью вся компания не бросилась вам в ноги. Не бросятся они. Вы им должны показать, что вы этого стоите. А показать это self-confidence, это энергетический позитивизм, который вы показываете на интервью. И ни в коем не случае ни глубина ваших знаний по SQL, JSON, XML. Это имеет значение. Правда. Но поверьте мне, при правильном вашем поведении на интервью оно начинает приобретать вторичное значение. Значит, дело в том, что когда человек только показывается на рынке, и что-то там появляется, количество абсолютно несоответствующих звонков с вопросами, а это можешь, то можешь, это совершенно безумная такая лагина идет. И я хочу сказать, что вот человек говорит, я там тестирую. Хочу тестировать там какую-то начальную более-менее позицию, там 25-30 долларов в час. Количество вопросов, уровня. Нам нужен человек, там, 5 лет опыта работы, девелопмент, разработки на джаве. Количество этих вопросов не сильно меньше, чем количество вопросов там, а нам нужен 5 человек, которые в автоматизации. Ну, да. Там наслежишь 5 долларов в час. Но вопрос вот, почему-то, если его спрашивают, знает ли он девелопмент, может ли он делать, работать с программистом, воспринимается как какой-то фон, шум. А когда ему говорят, то же самое, абсолютно. То есть по степени неадекватности, когда вы, а можешь там автоматизацию, он воспринимает это как сигнал. Он говорит, сигнал, какой сигнал? Это такое же помойка. Это такое же, дело в том, что тому, кто идет продавать себя на 25 долларов в час, или даже на 35 долларов в час, к нему не предъявляют требования девелопмента 5-летнего, предположим, знания джавы. Потому что если у вас есть 5-летнее знание джавы, ваша стоимость на рынке сегодня 75 долларов в час. И если вы идете на 25, и вы клеймаете, что вы знаете 5 для джавы, явно что-то смотрится не так и подозрительно. В большинстве компаний бывают исключения. У них на ту зарплату, которую они предлагают, у них есть expectations, построенные на common sense рынка. Я не знаю, что за 25 долларов в час профессионального джава-девелопера не купишь, а 25 долларов в час стоит начинающий QA. На самом деле на 25 долларов в час даже QA с 6 месяцами экспириенс ты уже не возьмешь. Он не хочет второй раз на 25. Абсолютно. У него уже есть 25. То есть дело в том, что мысль заключается в чем? Что к компенсейшену привязаны expectations. Прямо рифмам. Да. И опять, бывают исключения. Я знаю, что многие сейчас скажут, я говорю чушь, я не знаю, что я говорю, так же, как про Астон Мартин писали, мне это очень приятно. Но я не профессионал в этом деле, я всего занимаюсь 20 плюс лет, поэтому я еще ученик. Но в большинстве случаев, в зависимости от компенсейшена, который они вам предлагают, зарплата, которую они вам предлагают, у них определенный expectation по поводу того, что вы можете делать. И не могут быть за маленькую зарплату большой уровень expectation. Но что происходит? Эта концепция, которая правильная, ты можешь купить на эти деньги, только то, что ты можешь купить на эти деньги. Абсолютно не можешь купить, все равно больше. Но большой шорох, такой сутолу, бардак, в это привносят рекрутеры, которые просто, ну, как бы какие-то... Особенно на уровне рекрутеры, работающие с начинающими. И непрофессионалы в своем деле. Абсолютно непрофессионалы, потому что профессионалы работают там, где деньги. Они работают на senior level, на executive, на management. А здесь работают, ну, вот такие чернорабочие, их с улицы гребут метлой. Это правда. Так же, как на автомобильных дивершипах, которые стоят, вот эти вот подешевле на улице. И туда их берут, там тысячу долларов кладут, и говорят, остальное комиссионные, да они никогда бы не заработали никаких комиссионных. Они вообще не в курсе. Ими никто не занимается. Им говорят, вот, звонит. И он звонит. И он вообще ничего не понимает. И дальше получается такая история. Один человек вышел искать работу, и он вообще ничего не понимает. Другой человек, которому говорят, обзваниваем, и он тоже ничего не понимает. И вот два абсолютно непонимающих, знаешь, это что напоминает, как солдат этот самый... Чонкин? Чонкин. Какой простой немецкий язык. Да, они там по-русски говорят. Дело в том, что возвращаясь, Мишка, рекрутерам непрофессиональным, которые вносят еще большую смуту в голову, где и так мало что... 90% бардака вносят они. Помимо этого, есть еще дополнительный негативный фактор, большой, связанный с тестировщиками из Индии. Это отдельный фактор... Которые что делают? Которые сбивают вниз цену, у которых нет профессионализма, которые... Я не знаю, можно ли вообще... И безвину с разрешением на работу. Да, конечно, конечно. Свои начинающие. Я боюсь, что эту тему, вот особенно индийскую часть этой темы, надо отбросить, потому что она может привести, кто-то расценит вообще, как расизм или дискриминацию, поэтому не хотелось бы говорить об этом много, но в том, что определенное негативное влияние на процесс поиска работы молодых QE-специалистов вносится отсюда. К сожалению, это присутствие. А что именно они... Ну... В чем суета, так сказать, от них? Суета от них, во-первых, в полном непонимании американских процессов, бизнес-процессов, бизнес-культуры, да, и среди рекрутеров, и среди тех, кто себя продает. Они могут легко написать 7 лет опыта и соглашаться на 18-20 долларов в час. Чего не бывает. Вот я, когда разговаривал с последней группой, я им привел такой пример, что если вы идете на рынок покупать, предположим, Юст, Хонду, там, Аккорд, машина не имеет значения. И мы, предположим, знаем, что машина в хорошем состоянии с таким-то майлэджем стоит, предположим, 20 тысяч. И вы шопаетесь и пытаетесь купить машину подешевле, то есть надеетесь, вдруг я тыщенку или две тыщенки смогу сэкономить. Вдруг вылезает машина, которая вот все, что вам нужно, да, удовлетворяет всем вашим требованиям или expectations, и за нее цена вдруг 13 тысяч. В большинстве случаев вы не будете даже туда звонить, потому что это выглядит подозрительно. Ну, что-то... Из Нигерии. Да, что-то не так, наверное, с этой машиной. Почему ее продают так дешево? Если теоретически ее на рынке можно продать намного дороже. У вас такая сделка вызывает подозрения, и если вы более или менее разумный человек, то вы за этой Хондой не побежите. Но очень многие побегут. И сделают ошибку. И потом скажут, опять обманули. Вот. Дело в том, что в большинстве случаев, опять, бывают исключения, давайте не будем говорить об исключениях. в большинстве случаев у всего есть своя цена. Правда? И какие-то... Да, мы говорим про рынок, потому что рынок формируется спросом и предложением. Да. С исключениями, когда нету каких-то влияний. Всплески есть. Или бывают государственные влияния, системные влияния на рынок. То есть, грубо говоря, спрос и предложение формируют рынок и цену. И если на сегодняшний день очень стабильный и хороший спрос на QA, правда, и спрос превышает серьезно предложение, это ведет к подстегиванию цен. Потому что компании, которые еще QA не могут найти, они говорят, будем платить 25 долларов в час. Их рекрутеры ищут ищут, связываются с какими-то нормальными QA. Те говорят, да ты что, я на 25 долларов не пойду, я стою 45. В итоге компания начинает поднимать компенсейшн, потому что они понимают, что за их предложение никто не хватается. Таким образом, спрос и предложение более или менее балансируются и цена на QA, конечно, повышается. И опять, все зависит, я знаю, очень много случаев, примеров смешанных выпускников, которых я там помогал, имел к ним какое-то отношение. Это слишком честь для меня, которые вторую работу находили на 100 тысяч. Легко, полно. Без вопросов, без вопросов. Первая работа полгода, они соглашались на те же 35, 45, на 15 нет. у меня нет уважения к интерншиму. А, минус интерншим. Стоп, стоп, минус интерншим. Я имею в виду после интерншим. Я имею в виду после интерншим. Находили работу на 100 тысяч и у них не было никаких проблем с поисками работы. Морове, я вам должен сказать, что вот во многих компаниях, где я работала, у меня сразу несколько тимс работали, сидят два человека рядом. У одного зарплата 120 тысяч, у другого 60 или 70. Делают они одно и то же. Абсолютно. И по уровню знания они могут быть одно и то же. А вот зарплату им платят разно. Угадайте, почему? Потому что тот, кто сидит на 120, смог себя продать дороже в процессе интервью, продать себя как сеньор, как человека с большим пакетчем, а когда ты приходишь в компанию, в большинстве случаев 10 или 20 или 30 процентов из твоего overall пакетча используется. Поэтому если у вас есть self-confidence, если вы понимаете, что вы можете, ну не просите 120, я понимаю, вы скажете, ну обмоглел вообще уже, но ребята, вторая работа через 6 месяцев, опять не считая интерншем, после интерншем скажем, 6, 9, 12 месяцев первой работы, понимание американской бизнес-культуры, понимание американских бизнес-процессов, понимание, как наконец надо себя продавать, да, 100 тысяч, ребята, это абсолютно, и девчонки, 100 тысяч, это абсолютно тривиально получаемая компенсейшн, если ты понимаешь, что ты делаешь, есть, есть, готов пройти свою часть пути, вот и все, да, помимо, я слушаю это все, и у меня, знаете, череда такая, перед глазами, я же там тысячи людей знаю, и я вспомнил, я только сотни, году, в 90-х, не помню, я там боюсь соврать, пятом, я работал в компании Lotus, я помню, в Lotus я работал, и тут вот рядышком они были, one, two, three Lotus, я работал на Lotus Forms, там была бригада, короче, да, Lotus, нет, Lotus Mail, CCMail, CCMail, да, и вот, значит, там я пришел, и там был парень, наш соотечественник, он такой был гордый, вы не понимаете, как, а у них почему-то в культуре это, Lotus в то время, контрактор, это как собака, а вот те, которые постоянные, и те вообще, а у меня в это время в гараже, понимаешь, да, там 10 человек сидят, значит, там занимаются, и, и Миша их МСТ-то учил, да, но я не об этом, я с точки зрения того, заработков, значит, мало того, что у меня в гараже, их там 10 человек, я мог бы уже и не работать на это, вот, вот, мне это было больше, но, но дело не в этом, значит, в Lotus я получаю, там, я боюсь соврать, ну, типа 45 долларов в час меня берут, значит, у меня платят 45 долларов в час, а он там сидит уже 3 года в этом Lotus, и у него общего опыта работы в QA, ну, не меньше, моего так точно, вот, а он какую-то ремеслуху там закончил, американскую, я не помню, какой-то, хиллбис, колледж, там что-то, это его первая работа, и он там уже 3 года сидит, у него зарплата, ему только что повысили, ему повысили до 45 тысяч в год, а у меня вдвое больше, тут же, я пришел, вот, да, меня взяли, на вдвое больше денег, чем его, и все, что у него есть, это гордость, что он постоянный, вот, а я типа, а я типа никто, да, и вот, и вот он всем своим видом демонстрирует, то есть, я что хочу сказать, он согласился на роль сявки, и он убеждает себя, что он не сявка, а он человек, и он с понтами, и это все вокруг сявки, а он не сявка, и вот это вот, у Ленина, я, знаете, цитирую, я в молодости много начитался, и там у него была такая вот история, что раб, который, значит, не хочет быть рабом, и выстает против своего рабства, это революционер, это я, вот, а раб, который воспевает свое рабство, и так далее, это хам, так вот, я к чему говорю, он воспевал свое рабство, и он вот был вот в этом положении, но, но, подожди дальше, что произошло, дальше, к нему в бригаду взяли девочку, которую у меня только что из гаража моего, я там в гараже преподавал, из гаража моего взяли девочку, и девочке дали 65 тысяч, а он, который там 3 года, у него было 45, и это его убило, то есть, тут он взорвался, и ушел, а это было время, когда интернет только-только, значит, уже становился массовым, а он уже там, наверное, год с интернетом работал, и так далее, и он ушел сразу, по-моему, тысяч на сто, с 40 тысяч. что-то его подтолкнуло. Ну, вот, в данном случае, он понял, что у него унизительное положение. Но, дело в том, что, я к чему говорю, что человек сидел, и сидел, и сидел, и уговаривал себя, что сидеть в дерьме, это норма, а двигаться с рынком, который рос в это время, это не норма. И да, и нет, Миша, дело в том, что, ну, я не буду говорить, что от Бога, да, скажу, от природы, что от природы люди разные. Одни, в принципе, вояки, борцы, правда? А другие нет. И если они не борцы, и если они сидят в теплом болоте, вонючем, где нет свежих потоков воды, нет потоков воздуха, правда? Да. Они по-другому не умеют, они боятся на доске, на волну, в открытое море попасть, потому что они боятся утонуть. Если ты боишься утонуть, ты утонешь. Если ты не боишься утонуть, ты будешь биться, и никогда, ну, никогда, и не утонешь. Просто есть люди, которым надо работать, от 8 до 5, с 10 годами экспириенса, 25 долларов в час, да, у них engagement очень low, commitment с компанией нулевой, правда? Они с 8 до 5 в каком-нибудь Банков Америка. Не упаси Господь, ничего плохого про банк сказать не могу, как пример. То, ну, я дважды там работал, то, вот, то и такие люди тоже имеют право на выживание, но Mission Point, наверное, и я поддерживаю этот поинт, вот, со своей точки зрения, у меня вызывают уважение, я с удовольствием буду помогать людям, которые хотят бороться, которые в болоте не хотят бороться. Я вот что говорю, благополучие болота, видимое благополучие, это только самообман. В болоте благополучия нет и быть не может. Вы можете себя уговаривать, сколько хотите. Никогда не будет. Это знаешь, что мне напоминает, вот у меня мгновенная ассоциация, вот я вспоминаю 90-е, второе половина 90-х, когда все акции росли, любые, вот ты любые акции берешь, они расслеживаются и удваивались. И удваивались, и удваивались. Я работал в компании Broadvision, она при мне в паблик выходила, она вышла в 7 долларов в июле 96-го, через 4 года она была 750, примерно, да, вот за 4 года. Я просто к чему рассказываю? А сейчас эти доллары не стоят. Поэтому вопрос в чем? Ассоциация моя вот какая. Есть люди, которые на стак-маркете зарабатывают на купле-продаже акций. Профессионалу. Профессионалу без разницы растет рынок или падает. Профессионал зарабатывает на колебаниях рынка. Не только. Помимо этого существуют механизмы игры на падение рынка. А это же оно и есть. Изменения. И колебания. Пошел туда, конечно. Можно заработать не только на падение. Он еще опционы. Да, на обществе, на колес, на колес. Это потому, что он профессионал. Ему без разницы растет или падает. Он механизмы знает. Да. А есть люди. А вот у нас вся Силиконовая долина в конце 90-х все были миллионеры на бумаге. И они рассуждали. Сейчас еще там уже здесь двое. Кроме меня. Я в это время ушел в реал-стейт, понимая, что будет плохо со стороны. Но не суть. Не суть, да. Я просто к чему говорю. И вот все были такие умные. Вы себе представить не можете, какие они были умные. И они там уже только потому, что рынок вообще рос. Никто из них не только не заработал ни копейки, когда рынок начал падать, они еще и потеряли все, что у них было. И это правда. И, так вот, это те люди, которые сидят на одном месте, которые всем рассказывают, какие они умные, какая у них замечательная компания. И профессионалы какие. Как они прикрыты вот этой компанией. Как только они отдали свое благополучие в руки других людей, к сожалению, всем на них чихать. И если ему самому на себя чихать, в этот момент все и кончилось. Если бы не было на себя чихать, он бы сказал, я другим не даю, я сам соображаю. Когда он говорит, я прикрыт, у меня там, у меня здесь, у меня все. С ними разговаривать невозможно. Потому что, когда ты касаешься этой темы, ты затрагиваешь самую, самую суть их мировоззрения, которое состоит в том, что у них все в порядке. Понимаете? Все в порядке. У них все очень плохо. Они себе в этом не могут признаться. Но на каком-то подсознательном уровне они это чувствуют. И эта тема вызывает обычную безумную защитную реакцию. Да. Из-за которой моментально рушится даже пять минут назад шедший в хорошем русле какой-то разговор. А это основы рушит. Вот. Потому что когда вот я начал говорить, что ты сидишь в болоте, потому что боишься волны свежего ветра, ребята, болото засасывают и ты там тонешь. Правда? В болоте никак не безопасно и болото тебе тоже не гарантируют безопасного... Врачом, я же вижу людей, которые из этого болота вышвырнуты. Ты не можешь сидеть в таком месте долго. Меняется менеджер, меняется политика. И да, и нет. Не согласен, Миш. Я видел людей, которые 10 лет сидят, 15. Все, они кончены. Они потеряны. Правильно. Но что происходит через 10, через 15? Если он не успел выйти на пенсию, значит, что происходит? Беда. Беда большая. Они к нам приходят. Они уже в этот момент, когда к нам приходят, они уже на таблетках. Потому что американская медицина считает так, что стресс, если его таблеточкой не жахнуть, приведет к таким последствиям, что же лучше пусть он таблеточку сожрет. Вот этот залог... С одной стороны, есть в этом, но можно же 3 граммулечки беленькой на кашу. Ну, женщина, ну, чего? Вот она приходит, и она уже с этой таблеткой. А ей уже просто всю похер. А ей уже, да-да-да-да. И, значит, что происходит? Она не работу теряет. Она всю свою жизнь потеряла. Потому что в 38 она пришла в Уракол, а в 53 ее оттуда в Бингоне. А ей еще до пенсии, там, 13-14-15, она не умеет ничего. Точнее так, она умеет, вот там. Но так, чтобы вот на продажу у нее нет. Ну, Миш, Миш, на самом деле вот это дело... И самое главное не в этом. Она разрушена. Когда рецессия была последняя, самый большой вопль о том, что работы нету, знаешь, от кого шел? От тех, кто не мог найти работу, когда работа была. Нет. Потому что они были некомпетентны на рынке. А, да, постой! Это сейчас может быть так. А тогда самый большой вопль шел от тех, кто работал, но знал, что если они сейчас работу потеряют, кранты, они работающие, больше всех кричали, что работы нет. Потому что работа была. Все, кто потерял работу, нашли рамки. Дело в том, что смотри, Миш, мы вот этими разговорами подходим, на самом деле, к одной интересной, опять, на самом деле, глобальной темы. Не тема, на самом деле, это не есть тема, но мысль, которая одинаковая и в России, и в Америке, где угодно. Ты или борец, ты не борец, а воин. И вся жизнь для тебя, ну, я не хочу сказать битва или поле боя, но, если ты 15 лет просидел в одной компании, это жопа. Правда? То есть, ты или не сидишь 15 лет в компании, хотя бы раз в 2 или в 3 года меняешь компании, ты получаешь новые знания в новых компаниях, новые технологии, с новых людей. Я думаю, что разница между Россией и Америкой в этом как раз проявляется. То есть, там на тебя, в наше время, смотришь, в наше время, да, но сейчас, насколько я понимаю, что движение из компании в компанию, обычно, нормально. Думаю, ну, во всяком случае, те фидбэк, те фидбэк, которые вот я получаю, что, если ты не в Газпроме бухгалтер, ничего плохого против Газпрома, то надо двигаться... Почему такая фигня получается, вот я хочу сказать, почему вот люди пишут, там, из Москвы, там, откуда хочешь, там, из Российской Федерации, говорят, я там закончил курс, или он наш курс прослушал, написал резюме, или он просто ходил, там, вот, говорят, что есть приличные курсы, прием, это у меня, бам, ну, там, и вот они, значит, идут на рынок, и пишут, я там, инженер-строитель, работал тут и тут, вот, хочу в тестер. Ну, здоровьев, письмо, гениально. Так его зовут на интервью, у него интервью есть, ему, конечно, много не заплатят, но ему говорят, давай, давай поговорим, у нас, ты так, с тобой разговаривать не буду, то есть, может быть, если тебе 18 будут, а если тебе 38, уже никто не будет. Они хотят, чтобы у тебя были уже проекты какие-то. Ну, Миша, опять, Миша, Миша, смотри, здесь же такое, если ты себя клеймаешь, да, вот, возвращаемся к этому поинту, что ты отсидел 15 лет в одной компании, значит, с одной стороны, у тебя в резюме, и вроде как в реальности, 15 лет экспириенса QE, то есть, ты супер профессионал, ну, я условно, я переводя на QE, а с другой стороны, вот ты сейчас вышел на рынок, ты никто и никак, потому что за эти 15, 20 лет ты отстал от всех новых технологий, ты совершенно не конкурентоспособен, и так далее, и тому подобное. Возникает конфликт между реальностью, и каким-то unreal set expectation, что ты вроде QE профессионал. То же самое. Женщина из Гомеля, или там, не помню, Витебска, значит, Беларуси, пишет, что она 48 лет, там никто не верит, что можно с такого возраста вот переключиться. И она пишет, что она там пошла, курсы такие, курсы такие, и нашла работу. Молодчина. Парить в них надо поставить. Я с ней видео, там все рассказали, но я просто чему рассказываю, что у нас, если ты 48 лет, и ты там курсы какие-то брал, ну куда ты поймешь? Они не хотят разговаривать. Неправда. Неправда. Миша, я думаю, не согласен. Если основным поинтом этой тематики является возраст, в каком возрасте ты переходишь на новую специальность, если вот это вот мейнпоинт, я все-таки не согласен, потому что, может быть, на основании того, что, вот я делаю выводы, на основании того, что я видел. И я видел очень много людей, которым уже не 20, не 25, которые приходят в Киеви в возрасте 40. А как приходят? Кто их? Нет. Я видел людей, у которых нет денег, и которые сами на интернете, на ютюбе, американские курсы, неважно, каким методом они пришли, все упрется опять. Или ты ворьер, или ты нет. Конечно. Если ты боятся, то ты параллель. Конечно. И я, Миш, когда я работал в Аэри Геймс, как эту, не девочку, ее девочкой назвать нельзя, а женщину, которой 52 года была, и София говорит, слушай, я ее не могу даже на интервью на интернше засунуть, потому что ей 52 года. Я говорю, давай я ее возьму и посмотрим, что это такое. Она сегодня директор Киеви. Ну, конечно, взрослый человек мой. Вот. Потому что, конечно, она была зелененькая на рынке, интервью, как и все. А если ты зелененький, то в 52 года зелененьким выглядеть хуже, чем в 25. Да. Но я ей подсказал опять, заслуга не во мне. Нет. А заслуга в ней, что она ворья. Она билась. Она после Аэрии нашла первую работу. Не очень оплачиваемую, но она грызла камень. А я вообще не понял, откуда берется вопрос, сколько платят на первой работе. Какое вообще значение? Не имеет. Ты начинаешь новую профессию? Да. Я к тому, что она согласилась на низкую зарплату, потому что ей важно было зацепиться. У нее уже был определенный немножко американский экспириенс работы вот в Аэрии на меня. Плюс она взяла вторую работу на следующую работу. У нее уже не было проблем на большие деньги. Наоборот, на нее смотрели более интересно. Ну, понятно, ей надо было отмассажировать резюме и так далее, и так далее, но на нее смотрели более серьезно, чем на 25-летних, понимая, что 25-летний зеленый. А можно сказать, что QA, вот я это говорил, но я как бы со стороны вот, значит, что все-таки в QA, при переходе в QA из другой области, все-таки не так критично возраст выглядит, как если, скажем, в программисты человек шел. Да, конечно. То есть люди терпимые относятся. Я думаю, вопрос терпимости вообще политически неграмотен, правда? Ну, не... Но дело в том, что... Да, да. Дело в том, что, да, в программировании целых, конечно, в основном туда идет молодежь. Берем общую систему американскую, правда? Русский ты или американец, или испаноговорящий мексиканец, туда идет молодежь. И там надо работать молодежи со свежими мозгами, с open mind. А в большинстве... Как часто вы встречаете программиста, которому за 45 лет? Или за 50? Да, в большая... Сейчас их много стало. Когда мы начинали, их не было вообще. Но программисты же были в любое время, правда? То есть и тогда было поколение. Они уже были начальниками? Вот. Я к тому и говорю, что большинство программистов, которые начали в 25-летнем возрасте после университета, к 45 уже не программисты. О, нет. Они президенты. Или ушли паблик и уже ретайрт, и начинают вязать, занимаются тем, всю жизнь мечтали, о чем, и так далее, и тому подобное. Среди QE в то же самое время разброс возраста от самого молодого до практически пенсионного. И это воспринимается... 70 лет полно. Да? 70 лет. Да, да, да. Поэтому, мне кажется, отвечая на этот вопрос, что возрастная планка не является актуальной для QE. С английским. Вот есть люди, там, к полтинничку приближаются. Я хочу сказать, что самый возрастной человек у меня здесь был 67 лет. Ух ты! Был так? У него была жена на 25 моложе. Он вышел на пенсию. Естественно. Но он вышел на пенсию. А она на работе. Вот ей там 45, ему там 65. Они уже много лет здесь. И он подыхает, жены нет. Он сидит дома. И он пришел, выучился. Но у него же английский был ничего. И его там взяли на сколько-то там. Но я просто к чему говорю, что... Вбился я с темы. А, про возрастное мы говорим. Значит, мы говорим про возрастное. Человек, вот ему... Но он новенький. Он еще там 52-53 года. То есть, в возрастном смысле он еще не спредельный. Но уже, как бы уже есть какой-то уровень сопротивления рынка. Дальше он говорит, но я еще и по-английски не здоров. Ну, вот чего делать? Вот есть шанс? Лучиться. Нет, шанс есть? Шанс есть у любого. Какой? Значит, что у них? Реально, что у них? Значит, если у человека есть список заболеваний, правда? Да. С этим списком заболеваний не может найти работу. Значит, есть два выхода. Первый, или отказывайся от поисков, или лечи болезнь. И бейся. Это опять возвращается к глобальному вопросу. Или ты ворьер, или ты нет. Ну, хорошо. Тогда переведем на более простой язык. есть некая критическая масса, которая позволяет тебе пробиться. Если у тебя критическая масса побольше, то ты там пошел в 10 мест, тебя в 5 взяли. Если у тебя критическая масса поменьше, то в одну взяли. Может быть, тебя в одну взяли. Если у тебя еще меньше, то может быть, чтобы тебя в одно взяли, где пойдет в 3 раза больше времени, чем у того. То есть, вот где-то оно там колебнулось, а тебя подхватило. Дело в том, что в критическую массу входит энергия. Вот, в том числе. В критическую массу входит несколько более маленьких компонентов, которые, собственно, создают критическую массу. Среди них знание языка, знание своей специальности, правда, энергетика, харизма, инфлуенс, много-много. Отсутствие одного или двух не являются проблемой, потому что они могут дополняться, более... Компенсироваться. Компенсироваться. Компенсироваться одним из других инфутов. Да. Допустим, может, у него английский не очень много. Но у него такая энергетика и харизма. Но, может быть, он силен, скажем, в мат-статистике, и его берут куда-то на этот дейссайз. Согласен. Согласен. А если у тебя несколько основополагающих поинтов, поинтов первой прайорити, которые формируют вот эту критическую массу, и у тебя в них минус, то в этом случае, конечно, будет тяжело, когда вторичные поинты должны перекрыть первые. То есть, надо... К чему это? К тому, что, наверное, надо просто разумно самому себя критически посмотреть со стороны и попытаться сформулировать. И для каждого человека она будет разной. Критическую массу. Тут еще и тонкость. Я хочу сказать вот еще что. Обычно, обычно, к тому, что ему 52, и у него особо нет английского, обычно к этому добавляется и то, что он в предмете разобраться тоже не может. И, помимо этого, на все это сверху еще ляжет неуверенность в себе. Вот я, блин, плохо по-английски говорю. А еще жена. А еще, может быть, убилища и дети, сидящие на шее. Ну, в этом случае, я скажу, знаешь, прежде чем пойти в КВИ, ты подумай. Это не значит, что не надо, но просто взвесь реальную ситуацию, обстоятельства, да, постарайся понять критическую массу. И пойми, сможешь ли ты преодолеть путь и собрать в себе критическую массу для successful результата или нет. Ну, неизбежащий, Спасибо.